всем привет дорогие друзья из солнечной лани сегодня мы с вами находимся на пляже клеопатры и отправляемся в компанию tivrona tours многие из вас задают вопрос по поводу туров и цен на туры в прошлом году мы делали обзор на туры от компании tivrona tours и как я уже сказала многие задают вопрос о ценах в этом году поэтому давайте пройдем к ребятам в офис познакомимся с ними но самое главное что хочу сказать туры вы можете заказать по ватсапу номер компании оставляю в описании к этому видео заказать туры вы можете по ватсапу но те кто находится на пляже клеопатры можете прийти к ним в офис где находится в офис компании tivrona tours за мной находится большой мигрос и рядом находится балык отель пройдя мимо балык отеля вы увидите компанию tivrona tours кемальбэй работает в этой компании в компании тиврона тюрс кемальбэй сколько вы здесь уже работаете уже третий год кемальбэй говорит по-русски поэтому у вас есть ватсап номер на который все могут обращаться и узнавать по поводу экскурсий цен также пикапа пикап сервиса и так далее кемальбэй расскажите вкратце какие экскурсии есть в вашей компании у нас за счет экскурсии мы организовываем 100 экскурсий 100 экскурсий у нас есть много экскурсий там дипсапары яхта рафсинг шоу дидфинов аквапарк в Израиле и Тамбул все экскурсии у нас есть более 100 экскурсий вы организуете ну и конечно же забегая вперед расскажите если у вас экскурсия в Израиль и в Стамбул есть экскурсии в Израиле в Стамбул да друзья тот кто спрашивал про экскурсии в Израиль. В компании Tevrona Tours есть экскурсии в Израиль, поэтому всю информацию можете узнать по WhatsApp. Кемаль Бен, ну расскажите тебе, какие у вас есть экскурсии? Сначала экскурсии в пределах Алании. В пределах Алании есть у нас экскурсии. Они будут посещать там Аджип Сафари, Яхта Тур, Рафтинг, Шоу Дельфинов, Аквапарт. Джип Сафари, это вот это получается. Каждый день эту экскурсию у нас организовываем. Каждый день эту экскурсию. Я вам вот кратко расскажу. С 9 утра эта экскурсия у нас. Начинается в 9 утра, их забирают. Это в Алании. Отсюда забирают в Аланию и поднимаются с группой вместе. Они поднимаются в смотровая Алания. Они там фоткаются всю красоту Аланию. Я в прошлом году ездила. Очень классная экскурсия. Супер просто. Вот они там фоткаются. У них где-то информация бывает. Там информацию дают. Потом садятся на Аджип. И гиды русскоговорящие. Да, русскоговорящие есть. И есть кто по-английски там разговаривает. Далее едут на горы Дымчай. Она называется Дымчай. Они едут посещают водопады. На водопадах там купаются, фоткаются на водах. Как местные наши живут в горах посещают. Деревенский дом. Да. Сады. Сады будут посещать. Там апельсиновые, гранатовые, песеновые. Можете с дерева брать, кушать они. На самом, кто хочет там как в Дымчай, там им дают удочки, там рыбачат. Удочки, рыбалка. Да. Здесь у нас идет горная вода. Купаются, фоткаются в горном воде. Также водопады. Ну и конечно же обед. Это да, Дымчай. Здесь находится два с половиной часа. Здесь все время дается. Там обед, купаются, там два с половиной часа. Но отдыхают после экскурсии. И в конце экскурсии это пещера Дым. Пещера Дым. Самая большая пещера в Турции. Дым это называется. 300 метров в длину эта пещера. И в конце этой пещеры очень красивое озеро. Очень красиво оно подсвечивает. И кстати, очень многие спрашивают меня, какие экскурсии. Вот тот, кто приехал первый раз в Аланию, я всегда говорю о том, что обязательно нужно съездить на джип сафари, на яхту и обзорный тур по Алании. А потом уже можно и Манавгат, и Каппадокия, и так далее. И здесь у вас есть также конный клуб. Конный клуб, да, на лошадях. Можно полетать на параплане. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас стоит джип сафари? Джип сафари стоимостью у нас 20 долларов. 20 долларов. Также есть дайвинг. Дайвинг у нас тоже экскурсия, каждый день на дайвинг. Каждый день. Да, также с 9.30 до 4 часов. На яхте там они отплывают. Два погружения у них бывает по 25 минут. Два погружения по 25 минут. Два погружения по 25 минут. Обед у них включено на яхте. Обед дают. Это экскурсия с утра до вечера? С утра, да. С 9.30 длится до 4 часов. Ну, как стандартные экскурсии. Есть также... Сападере каньон. Каньон Сападере. Очень прекрасная природа. А на него тоже на джипах едут? Тоже джип сафари, да. Это джип сафари Сападере каньон. Тоже можно покупаться. Экскурсия там очень прекрасная природа. Также экскурсия с 9 часов длится до 4 часов. Также водопады там посещают. Очень прекрасная экскурсия. Сады будут посещать. Каккусовые инжири есть. Банановые сады посещают. И пещера у них там бывает. Пещера Чжжаля называется. Чжжаля. Пещера гномов. Да. Пещера гномов. Посещают. Ну, очень прекрасная природа. До 4 часов. Каждый день экскурсия. Каждый день. Сколько стоит вот эта экскурсия? Сападере каньон стоимостью 30 долларов. 30 долларов. И у вас также есть обзорный тур по Аланье. Что он включает в себя? Обзорная Аланье. Здесь они по... Тричасовая экскурсия. С 5 вечера до 8 часов. 3 часа все это длится. Они посещают крепость Аланье. На фуникулере поднимаются в крепость Аланье. Посещают крепость Аланье. Потом посещают I love you Аланье. Смотровая. Смотровая площадь. А, как раз вот этот парк, друзья, Товшан Дамы. Меня спрашивали, как туда можно попасть. Вот с этой обзорной экскурсии можно попасть. Сколько стоит эта экскурсия? Обзорная Аланье 20 долларов. Стоимостью с фуникулером вместе. Вместе с фуникулером. Ага. И далее. Хамам. 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 Тоже экскурсия. Хамам. Каждый день у нас в Аланье, в центре Аланье. Не в пределах отеля. Отдельное здание. Отдельный хамам. Да. Два с половиной часа процедура длится. Каждый час отправляем. Там идет пенный массаж. Пилинг. Сауна. Паровая комната. Бассейн. Паровая комната. Массейный массаж. Вся программа два с половиной часа длится. Сколько стоит эта экскурсия? Не экскурсия, а процедура. Процедура хамама. Процедура хамама стоимостью 25 долларов. 25 долларов. И это тоже каждый день? Каждый день. Каждый час. Да. А еще у Вас здесь была интересная экскурсия. Это квадроциклы. Квадроциклы. Тоже сафари на квадроциклах. Тоже каждый день квадроциклы. Сама экскурсия три часа длится. С девяти утра до двенадцати часов. День два раза организовываем. С девяти часов до двенадцати. И с двух до пяти. С двух до пяти. Да. Примерно два часа ездить на квадроциклах. По грязи, по пыли. Там остановки купаются. Там по воде проезжают. Ой здорово. И это тоже? А это в горах тоже? Это в горах отводят горы. Да. Тоже в горах. Есть паркурные места. Ну то есть у Вас много таких экстремальных экскурсий. И одна еще тоже из экстремальных экскурсий это рафтинг. Это уже не в Аланье, это уже в Манавгате, да? Манавгате. Такое привлекание называется куда они едут. Угу. Многие из Вас уже были на рафтинге? Напишите обязательно в комментариях кто уже ездил. И на самом деле это очень классно. И эта экскурсия со скольки до скольки? С 8.30 длится до 6 часов. Каждый день так же. С 8.30 до 6 часов. Но это длинное. И сюда входит? Обед там и включается. Обед. Там у них примерно бывает 16-17 километров проплыв на рафтинге. На парике. Да. Там по реке. И в течение этих 16-17 километров проплыва у них там остановки купаются, фоткаются, там на видео снимают. И обед у них там и будет включено. Ага. И сколько в этом году стоит рафтинг? Рафтинг 20 долларов. 20 долларов. Ага. Ну и те, кто желает отправиться в дельфинари, также есть дельфинари, где вы можете посмотреть шоу дельфинов и поплавать с дельфинами. Сколько стоит эта экскурсия? Эта экскурсия стоит 35 долларов шоу дельфинов. Три часа так же. Длится с 9 до 12 часов. Ага. Там и не только шоу дельфинов, там и морские котики. И морские котики. Да, шоу дельфинов, морские котики. А примерно где-то 2 часа будет длится эта вся программа. Шоу дельфинов и морские котики. Ага. Ну то есть в Алании у вас очень много разных экскурсий. И самое главное, в описании к этому видео я оставлю список экскурсий. весь список экскурсий компании Тевроно Турс и мы оставим цены на сегодня. Сегодня у нас 9 июня 2019 года и на сегодняшний день мы оставим цены на все экскурсии. А если вы смотрите это видео уже в двадцатом году или в двадцать первом, то обязательно обращайтесь по ватсапу к Кемалю и он вам расскажет актуальные цены уже на следующий год. Друзья, когда вы покупаете туры в турфирмах, то обязательно покупайте туры в лицензированных турфирмах, которые состоят в Турсабе. Турсаб это турецкая ассоциация туристических фирм. И только компании, которые лицензированы и состоят в Турсабе имеют право продавать туры. Поэтому обращайте обязательно внимание на эту лицензию. Кемаль Бай, что это означает? Это означает, что страховка. Страховка, да. Турсаб, которую мы выписываем билет Турсаба. Здесь получается и страховка со всеми вместе. То есть, когда они покупают тур, в тур во все туры включена страховка, страхование и здоровье. Да. Поэтому обязательно, когда покупаете туры, покупайте у лицензированных компаний. Турсаб. Это очень важно и для вашей безопасности и, конечно же, для вашего здоровья. Поэтому обращайте внимание на лицензию Турсаб. Ну и, конечно же, у вас есть экскурсия в аквапарк. Да? Аквапарк. Аквапарк. Все у нас включено бывает в аквапарке. Там обед, напитки, алкоголь. Минная вечеринка даже здесь есть. Минная вечеринка. Кроме вот этой вот тарзанки здесь будет все включено. Банги Джампинг не включен. Кроме этого там и будет все включено. Здесь такая большая территория и очень много и горок, и бассейнов. В общем, здесь очень весело. Мы тоже были в прошлом году. И когда мы говорим о поездках за пределы Алании, есть еще в Манавгате зеленый каньон. Чем он отличается от Сападеры? От Сападеры каньона. Я так скажу. Грин каньон это проплыв получается на катамаране. Это не в Алании. Это находится как в Манавгате. В Манавгате. Ну там очень прекрасная природа. Я посоветую туда съездить, потому что очень многие клиенты в этом году много ездят на Грин каньон. Там получается весь зеленый каньон проезжаете на катамаране. Там также у вас получается обед, напитки будут включены. Там также будут остановки, купаетесь. Там будет русскоговорящий, там будет все объяснять. И здесь очень красиво, когда проезжаешь. Я была четыре года назад, по-моему, между горами. Очень прям, очень красиво. Поэтому если вы хотите провести жарким летом такой более прохладный день, вот в Манавгат обязательно отправляйтесь. Сколько стоит этот тур? Грин каньон стоимостью 45 долларов. 45 долларов. Ну и конечно же, друзья, когда вы приезжаете в Аланию, помимо, как мы говорили, джип сафари, обязательно отправляйтесь в тур на лодке. На лодке. Кемальба, что у вас есть? У вас есть рыбалка? Рыбалка. Морская рыбалка. Морская рыбалка. Морская рыбалка. Смотря какую рыбу поймали, если поймали рыбу съедобную, их могут там пожарить, съедать туристам. А если не съедобная, то они ее ловят и обратно выдают. И можно отправиться в дневной тур на яхте вокруг Аланьи, на лодке Джунеид Баба. А что входит в этот тур? В этот тур, я вам так скажу, тоже каждый день. Выезда здесь от 9.30 утром забирают с отеля. Отвозят на сельвисе до порта Аланьи. С порта Аланьи выезжают. С порта Аланьи выезжают. У них бывают 7-8 остановок. Купаться в море. Купаться в море. Там возле крепости остановки 15-20 минут купаются. Возле пещеры. Возле пещеры влюбленной, фосфорной, пиратской пещеры. Остановка, там они будут купаться. А, вот как раз пещеры. Там показывают анимацию с 50 метров высоты прыгают. Шоу показывают. Здесь идет пляж Клеопатра. Остановка на пляже Клеопатра. Можно даже черепаху увидеть. Здесь на пляже Клеопатра есть большие кареты. Здесь они могут, и сейчас сезон, могут увидеть черепаху. Почему останавливаются на пляже Клеопатра? Потому что есть гости, которые приезжают с Канатлов, Савсалара, Савсалара. Они посещают пляж Клеопатра. 15-20 минут там остановка бывает. Обед у вас там включено. Обед, напитки, кола, фанта, вода. Все включено, кроме алкоголя. Кроме алкоголя. Грызевые пещеры посещают. Грызевая красная грязь. Массаж делают, красная грязь, лечебная. В открытом море купается пенная дискотека. Анимация. Вся эта программа длится с 9-30 до полчаса, до 4-х часов. До 4-х часов. И сколько в этом году стоит тур на яхте? 20 долларов. 20 долларов. На самом деле, друзья, самое классное в этом туре, знаете, что? Самое классное – это купание в открытом море. И на лодке, на самом деле, есть еще круги. Если вы, например, плохо плаваете, боитесь купаться в море, есть круги надувные. Круги. Я вижу, у вас есть тур на яхте StarCraft. Это более дискотечная яхта StarCraft. Также экскурсия длится каждый день с 9-30 до 4-х часов. Есть и дневная, есть и ночная. И ночная экскурсия уже с дискотека получилась. Дискотека. Ночную экскурсию в неделю два дня организовываем. Два дня. С 9-30 идёт до часу ночи. До часу ночи. Вот как раз тот, кто спрашивал про вечерние экскурсии, можете обратить внимание на вот эту вот экскурсию. Ну и, конечно же, есть длительные экскурсии за пределы Алани. Это у нас что? Это? Памуккале. Памуккале. Чем знаменит Памуккале? Памуккале. Памуккале в основном это мой родной город. Да. Памуккале, да. Ну отсюда чуть далековато получается, от 380 километров. Приблизительно 5-5,5 километров. Это соляные горы в Памуккале. Очень прекрасный вид. Все за счёт... Античный город. Античный город, да. У них экскурсия эта Памуккале получается, скажем, каждый день, кроме среды и субботы, каждый день выезжают. 3.30, рано утром выезжают и ночью приезжают. 12 часов ночи приезжают. Это однодневная экскурсия? Есть однодневная, есть двухдневная. Есть двухдневная. И, на самом деле, Памуккале ещё знаменит термальным источником. Там лечебная вода, например, вот здесь. Красная вода. Красная вода. Она очень-очень полезна. И бассейн Клеопатра. Да, бассейн Клеопатра. Поэтому, когда вы едете в Памуккале, многие знают Памуккале только вот по этим красивым фотографиям. Но, на самом деле, в Памуккале обязательно нужно сходить и в античный город. Сколько сейчас стоит экскурсия в Памуккале? Памуккале стоит 50 долларов. Это однодневная экскурсия. Однодневная, да. Однодневная экскурсия. И туда входит... Обед, ужин, вход в Памуккале будет включено. Кроме бассейна Клеопатры и красной воды. И красной воды. Демре, Мира и Кекова. Святого Николая. Да. Места Святого Николая. Это получается, что посещаете... Эта экскурсия посещает Демре. И идет экскурсия на лодке, да? На лодке, да. На лодке посещают Затонувший город. Затонувший город будет посещать. Неделю тоже так же организовывается. Четыре дня в неделю. Четыре дня будет посещать Святого Николая. Будут посещать Затонувший город на корабле посещают. Да, Церковь Святого Николая. Амфитеатр. Город в скале. Точнее, это гробницы. И еще на корабле экскурсия вот как раз в Кеково на остров миллионеров. Кстати, это остров миллионеров, да. И очень красивое место, друзья. Мы были в прошлом году. Это просто потрясающе. Маленький остров, но очень уютный. Ну и, конечно же, те, кто хочет посвятить, посетить места Святого Николая. Церковь Святого Николая как раз вот в этом туре. Сколько стоит? Это однодневный тур, да? Однодневная экскурсия, да. Однодневная экскурсия, да. Так же стоимость, как и по Маккале, 50 долларов однодневная. 50 долларов. Еще одна у вас есть экскурсия в Манавгат. Это получается водопад. Экскурсия в Манавгат мы организовываем два дня в неделю. Тамо посещают, вот как они выезжают утром. В 8.30 утром выезжают. Это не Малань, я говорю. Посещают мечеть. Тамо будет русскоговорящий гид. Будут посещать мечеть. Тамо они все рассказывают. Гиды. И также потом посещают на яхте. Прогулка на яхте по Манавгату тамо будет. Тамо будет потом водопад. На водопадах идут. Там информацию дают за счет водопадов. Очень прекрасный тамо водопад. И базар будет в Манавгате. Там дается время два часа, два с половиной часа по базару. И вот это вот место, где река и море, да? Находится максимально близко. Близко, да. Да. Вот с этой стороны река, а с этой стороны уже море. Поэтому, если вы хотите увидеть вот это чудо природы, где река и море, ну буквально, я не знаю сколько здесь, метров двадцать, наверное. Очень и очень красивое место. Сиде, Аспендас и... Амфитеатр. Амфитеатр, да. Аспендас иди, амфитеатр, 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 амфитеатр. Здесь также организовываем экскурсию тоже по определенным дням. Так же там у них получается с русскоговорящим гидом. Получается, да, посещается амфитеатр, амфитеатр. Там представление шоу, там будет турецкая ночь, там амфитеатр. А в эту экскурсию входит представление, нет? Входит. Входит, да. Турецкая ночь входит? Турецкая ночь входит, да. Угу. И Сиде, Манавгат и получается... Сиде, Манавгат. И получается... Да. Это Каппадокия. Это сколько дней тур? Каппадокия на двухдневно отправляем. Двухдневно. Потому что один день не хватает, куда далековато ехать. Отправляем на два дня. Тоже по определенным дням Каппадокия. Отсюда рано утром вас забирают. Так же с русскоговорящим гидом. Там и бывают и русскоговорящие гиды, и по-английски кто-то рассказывает. Как едут по Каппадокии? Там будет турецкая ночь. Каппадокия – воздушный шар, отдельная плата. Турецкая ночь и воздушный шар в отдельную плату. Отдельная плата, да. Но по дороге в Каппадокию вы заезжаете в Коню и посещаете центр музея Мегляны. И здесь у нас идут воздушные шары. Там рано утром к 4-4.30. Там 200-300 шаров вылетают. 200-300. Но шары не входят в стоимость. Ну и конечно же... Там отель будет включен от трехзвездочных. Отель там. А отель в этом городе? Да, там в Каппадокии. Там за счет 2 дня отправляем. А питание... Завтрак и ужин включен? Питание, полностью питание. Полностью питание включено. Отель включено, кроме воздушных шаров и турецкого ночи. Турецкий ночи. Да, и вы посещаете гончарные мастерские и даже можете сами попробовать что-то сделать на гончарном круге. Но и в конце экскурсии тоже посещаете вот такой вот караван-сарай. Это очень классная экскурсия. Я ездила очень много раз и каждый раз вот в этом отеле как раз вы и останавливаетесь. Кемаль Бэй, скажите пожалуйста про экскурсии в Израиль и в Стамбул. Очень многие спрашивают в этом году про экскурсии в Израиль. Есть ли у вас такие экскурсии? Сколько дней длится эта экскурсия? Это на сутки. Однодневная. Да, это сутка получается. Ночью под утро забирают и ночью они обратно приезжают. Обратно. У них перелет получается либо с Газипаши или с Анталии. С Анталии. Да. А на Кипр на пароме? На пароме. На пароме. А в Стамбул как можно экскурсировать? В Стамбул тоже с перелетом. В Газипаши? Так же однодневная. Однодневная едет ночью так же забирают и вечер привозят. За счет Истамбула там стоимость Истамбула стоимость 210 долларов. Там у них получается перелет, питание, посещение русскоговорящих. И все у них будет включено. А если, например, кто-то хочет тур в Стамбул не однодневный, а 2-3 дня, вы можете сделать? Организовываем тоже, да. Можете. Такие прям индивидуальные туры можете сделать. И так же я у вас в брошюрке увидела, что вы арендуете машины. Есть ли у вас мотоциклы? Есть. Мотоциклы тоже есть. У нас и электронные мотоциклы, и электрические, и бензиновые есть. Машины. Все мы организовываем. Да. То есть мотоциклы разной мощности и машины. Поэтому, если вас интересуют... А, велосипеды? Велосипеды тоже. Поэтому велосипеды, электромопеды, самые обычные мопеды и машины. Если вам что-то нужно в аренду, тоже можете написать на WhatsApp, и Кемаль поможет вам с арендой. Поэтому, друзья, если еще раз, если у вас возникают какие-то вопросы, обращайтесь к Кемалю на WhatsApp. И, как я уже говорила, даже если вы находитесь где-то далеко от пляжа Клеопатры, от офиса Теврона Турса, вы можете написать на WhatsApp, и ребята вам организуют тур. Ну и, конечно же, трансфер за вами заедет либо в отель, либо, если вы снимаете апартаменты, квартиру, заедут за вами и заберут вас. Спасибо большое за то, что вы рассказали так подробно и все красиво показали. И я надеюсь, что, приехав этим летом в Аланию, вы посетите максимальное количество экскурсий. Потому что Алания, окрестности Алании и вообще Турция, ну, здесь столько всего интересного, что за всю жизнь, мне кажется, не объездить, не просмотреть. Поэтому сначала приезжайте в Аланию, смотрите все в Алании, а потом уже дальше Анталия, Каппадокия и так далее. Дорогие друзья, также хочу вам рассказать о небольшом плане, который я составила для тех, кто приезжает, например, в Аланию на неделю или на 8 дней, какие экскурсии вы можете посетить. Конечно же, первый день, когда вы приезжаете, обязательно отдохните, сходите на пляж. Второй день совершите экскурсию обзорную по Алании, чтобы вы имели представление о городе. Третий день вы можете отправиться в экскурсию на лодке, на яхте вокруг Алании и покупаться в море. На четвертый день обязательно зарядитесь позитивом и отправьтесь, например, в джип-сафари. На пятый день вы также можете отдохнуть, ну а перед тем, как улетать и уезжать, вы можете отправиться, например, в Манавгат на рафтинг или на какую-то более спокойную экскурсию, например, в каньон Сападеры. Для тех, кто отдыхает две недели, после восьмого дня или десятого дня, когда вы уже съездили на все ближайшие экскурсии, выделите пару дней для того, чтобы отправиться в Каппадокию или по Муккале. Я думаю, что двух недель будет достаточно для того, чтобы посетить максимальное количество экскурсий. Поэтому я надеюсь, что ваш отдых будет интересным, а это видео было полезным. Дорогие друзья, вот эти прекрасные молодые люди работают в компании Тевронатурс, и мы надеемся, что, как мы уже с Кемалем и сказали, этим летом вы посетите максимальное количество экскурсий. Ну а сейчас приглашайте всех. Мы ждем гостей. Обязательно пригодят к нам. Бütün мисаверлерimizi офисимизе чай-каввы içми, саджиалыш верши дейм, алятар сормая, konuşmaya, сохбат этмия дебектируйтесь. Кемаль, от вас персональное приглашение. Слушаю, всем всем гостей. Что я хочу сказать, что тоже наши экскурсии могут идти к нам, посидеть. Просто познакомиться. Интернет у нас здесь бесплатный. Хороший Wi-Fi. Хороший Wi-Fi, да. Везде платный, у нас бесплатный. Всех ждем. Поэтому всем добро пожаловать. Да, еще что скажу. Может, например, в офисе, если я не буду, например, Мустафа, с кем я работаю, он тоже может пообщаться по-русски. Вы тоже его можете понять. Поэтому всем добро пожаловать в Аланию, в Турцию. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем всего хорошего. Пока-пока. Я люблю Россию. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...